Дарья Владимировна, расскажите, насколько сейчас сложно обстоит ситуация с заболеваниями, которые передают энцефалитный клещ. Действительно ли существует такая проблема и насколько остро она стоит? Да, такая проблема действительно существует. И по данным мониторинга Роспотребнадзора Московской области, на сегодняшний день зарегистрировано 3218 обращений пострадавших от куса клещей, в том числе 905 из них дети. А данные по Орехову Зуевскому району у нас тоже есть, и это 139 обратившихся. Все ли клещи являются переносчиками заболеваний? Нет, не все. Но проводится мониторинг силами Роспотребнадзора, и клещи отправляются на исследования в специализированной лаборатории, и у них уже выявляются возбудители инфекционных болезней. Из того числа укушенных клещами людей были ли заболевания Лайма и другие опасные заболевания? В этом году пока в нашем районе болезнь Лайма не зарегистрирована, но по Московской области уже есть такие данные. Что касается клещевого энцефалита, в Московской области пока не зарегистрировано ни одного случая. Очень большой акцент делается на эти заболевания. Действительно ли они так опасны? Да, они действительно очень опасны, особенно клещевой вирусный энцефалит. Это природно-очековое занозное заболевание, и проявляется оно поражением центральной нервной системы, и может привести к инвалидизации или даже к летальному исходу. Но заболеть можно на территории эндемичных районов. То есть наш район не эндемичный, поэтому у нас такой вероятности нет. Пока тьфу-тьфу-тьфу, да? Тем не менее, болезнь Лайма. Болезнь Лайма – это также природно-очековое инфекционное заболевание, и поражается нервная система, сердечно-сосудистая, а также суставы. Но при своевременной антибиотикопрофилактике, то есть при обращении в медицинское учреждение, и если начать профилактику сразу же, вероятность заболеть не очень большая. То есть если человек обнаружил на теле клеща, нужно не затягивать, а немедленно идти в больницу? Да, нужно немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение для снятия клеща, чтобы его не повредить, чтобы он оставался целым. Клеща направят в лабораторию на исследование. Пострадавшему назначат антибиотикопрофилактику. В дальнейшем необходимо следить за местом присасывания клеща, и при появлении эритемы в этом месте, то есть покраснения, нужно также немедленно обратиться к врачу. Или при возникновении симптомов интоксикации, таких как озноб, повышение температуры, головная боль. Когда явно что-то не так? Да. А скажите, ну вот есть определенная категория людей, да, лесники, может быть, кто живет в местности близкой к лесам. Могут ли они сделать какую-то прививку, чтобы, в принципе, немножко себя обезопасить? Существует список эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту районов. Его можно найти на официальном сайте Роспотребнадзора Московской области. И, соответственно, люди, работающие или выезжающие в эти районы, могут обратиться в поликлинику по месту жительства и получить вакцинацию. В нашей поликлинике сейчас имеется вакцина как взрослая, так и детская. Но важно помнить, что вакцинацию нужно закончить за две недели до выезда в эндемичный район. Ну, то есть, по-хорошему, да, люди, которые либо выезжают в эти районы, либо живут уже изначально там, а вот в каком месяце они должны прийти в больницу, сделать эту прививку и, что называется, не беспокоиться? Курс вакцинации состоит из двух вакцинаций. Первая и вторая от одного до семи месяцев. Ну, самый наиболее оптимальный интервал – это пять месяцев. И далее проводится через год ревакцинация и в дальнейшем через каждые три года. То есть, соответственно, нужно рассчитывать вот этот вот период, хотя бы проведение вакцинации. От одного до семи месяцев до отъезда. То есть, активность клещей начинается, я так понимаю, в мае, то есть в апреле нужно делать прививку? Ну, активность клещей начинается в первой декаде апреля и заканчивается в первой половине ноября. Поэтому осенний период самый оптимальный для этого. Дарья Владимировна, какие еще меры профилактики существуют? Ну, как я сказала, существует профилактика специфическая и не специфическая. Специфические меры профилактики – это вакцина профилактика вирусного энцефалита. А не специфические меры профилактики направлены на минимизацию попадания клеща на тело человека. То есть, людям, собирающимся в парк, лес и так далее, следует надевать светлую одежду для наиболее быстрого обнаружения клеща на теле. А также одежда должна полностью защищать тело человека. То есть, это рубашки с длинным рукавом, штаны, которые плотно прилегают к лодыжкам, желательно на резинках, головные уборы, капюшоны, косынки, кепки. И обязательно одежда должна обрабатываться репеллентами, отпугивающими клещей. Во время нахождения в лесу не следует сидеть на траве и как можно меньше контактировать с ветками деревьев и кустарников. Вообще, клещи в основном обитают на лесных тропах и дорожках, где побочнее растет высокая трава. И потому что клещ, он ползет только вверх. И доползая до верхушки растения, он может очень долго выжидать, пока мимо пройдет человек или животное, и очень легко с него зацепляется. Какие места нужно в первую очередь проверять, как себя обследовать, дабы выявить присасывание клеща? Обследовать нужно все полностью, начиная с ног и заканчивая головой. Потому что пока вы находитесь в лесу, во-первых, нужно это делать несколько раз, и когда придете домой. Клещи в основном любят складки тела, подмышечную впадину, голову. Поэтому проверять нужно все. А определить клеща, не проверяя себя, можно? То есть мало ли кто забыл, пришел из леса и чувствует, что что-то не так. Как это можно понять по себе? Это повышение температуры сразу, или это прям зудящее чувство где-то? Ну, в основном, когда клещ именно присасывается, это никак не ощущается. То есть просто субъективно, если только что он именно ползает по телу. Но чаще всего это никак не почувствуется. А симптомы интоксикации, вот температура, зноб, уже начинают проявляться после того, как клещ присосался к телу и выпустил возбудителя в кровь. Были ли у нас в районе такие случаи, когда удавалось людям помочь в кратчайшие сроки, и действительно заканчивалось все благополучно? Да, конечно, у нас большинство случаев заканчивается благополучно. Болезни Лайма у нас, в принципе, в районе, ну, это единичные случаи. Дарья Владимировна, а где наиболее высокий риск подцепить клеща? Самые наиболее вероятные места нападения клещей, это в первую очередь лесные массивы, лесопарковые зоны, особенно часто бывает нападение на садовых товариществах, также территории пансионатов и баз отдыха, и также кладбище. Ну что ж, спасибо, я думаю, информация была полезна нашим телезрителям. Спасибо, что пришли в студию, всего вам доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин